МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все ученые-астрономы открыли только в этом году. И именно сейчас она на пике своей видимости. Комета Джакиса. Очень интересный объект. Сейчас она находится почти возле максимума своего блеска. Обладает очень красивой комой. Это около ядра, область такая зеленоватая, очень яркая. И очень таким приятным, красивым хвостиком. За этой кометой астрономы следят каждую ночь на протяжении последней недели. За это время она преодолела более миллиона километров в космическом пространстве. Оборудование ученых позволяет не только вблизи увидеть далекие объекты, но и сфотографировать их. Эта площадка стала одной из трех, на которых в этом году разместили свои телескопы. Участники 21-го астрономического форума. Семь ночей около сотни человек, не смыкая глаз, смотрят на звезды. Лагерь астрономов разделен на нижний и верхний. Первый находится в самом поселке Мизмай. Здесь астрономы живут в небольших вагончиках. На звезды смотрятся специальные площадки. А верхний лагерь располагается на высоте 1200 метров над уровнем моря, на вершине перевала. Здесь астрономы ведут настоящий походный образ жизни. Спят в палатках, пищу готовят на костре. Где именно жить, участники форума решают самостоятельно. Палаточный лагерь. Это люди, кому надоели офисы, кому надоела бытовуха. Они хотят побыть в единении с природой. Они наблюдают в палатках, живут и наблюдают на горе. Здесь, именно на этой площадке, собираются люди, семейные, у которых есть детки, внуки. Настройка оборудования происходит днём. После астрономы ложатся спать. На смотровые площадки они выходят только после заката солнца. До наступления темноты остаётся не более часа наблюдать за звёздами. Астрономы будут вот с этой площадки. Здесь находятся телескопы. Пока они зачехлены. Но уже буквально через минут 15-20 сюда придут учёные и начнут наблюдать за созвездиями. Что получится сегодня, на самом деле, неизвестно, поскольку небо затянуто тучами. Но учёные уверены, что к тому моменту, когда нужные созвездия будут видны, погода прояснится, и они всё увидят. В лагере собрано огромное количество астрономического оборудования. С его помощью можно как на ладони рассмотреть всю нашу Солнечную систему и другие галактики. Причём эти телескопы позволяют не только увидеть, но и запечатлеть на память. Это называется астрограф, то есть прибор для получения фотографий астрономических объектов. Поймать он может как ближние звёзды и планеты, так и удалённые галактики на несколько миллионов световых лет. Последние несколько ночей этот астрограф нацелен на туманность Калифорния. Она удалена от нашего Солнца на полторы тысячи световых лет. На экране монитора Калифорния напоминает белый густой туман. Однако на самом деле она красная. Цвет ей придаёт большое скопление ионизированного водорода, который светится в красном спектре. Ну а название свою туманность получила благодаря очертаниям. Она очень похожа на одноимённый штат в Америке. Туманность Калифорнию астрофотограф снимает всю ночь напролёт. За 8 часов работы он может сделать всего одну полноценную фотографию. Кадры снимаются с субэкспозициями по 5-10 минут. Чем больше их накопишь, тем лучше. После съёмки всех этих кадров идёт обработка на компьютере и получается снимок. Фестиваль астрономов проходит в Абширонском районе уже более 20 лет. В 1989 году здесь краснодарские астрономы наблюдали за метеорным потоком Персиды. Он был отлично виден на протяжении нескольких лет. И в том же 1989-м местный учитель физики доказал, что небо над Мизмаем уникально. Борис Николаевич Скориченко, который здесь работал учителем физики, открыл комету, которая называется Скориченко Джорджа. Джордж – это канадец, который был соавтором открытия, но он открыл комету на полдня позже. Потому что ночь у них наступает позже. Борис Скориченко смотрел на звёздное небо через объективы бинокуляра – трубы зенитной командирской. Этот факт до сих пор поражает астрономов. Ведь эта оптика не позволяет отличить туманность от группы звёзд. Что интересно, простой учитель физики мог так и остаться непризнанным первооткрывателем. Там вопрос стоял, чьё имя должно быть впереди. Вот это было принципиально. То есть Джордж Скориченко или Скориченко Джордж, так как первое имя является основоположником. То есть первое место отдали всё-таки Борису, так как по времени, по указанным координатам, по всему он был раньше, чем Джордж. Комета Скориченко Джорджа не периодическая. Максимум своего блеска она достигла в апреле 1990 года. Тогда же её видели последний раз. Это не единственное открытие, авторство которого принадлежит кубанским астрономам. В декабре 2012 года в обсерватории Кубанского госуниверситета был открыт ранее неизвестный астероид. Вот небольшая точечка на экране. Вот этот момент. Думали, что астероид, возможно, известный. Решили перепроверить всю информацию. Оказалось, что нет, это действительно астероид. Но нет в каталогах, то есть это новый астероид. Астероид, который ранее не фиксировала ни одна астрономическая станция, Виктор Иванов открыл случайно. Он наблюдал за кометой и вдруг заметил небольшой тусклый объект, который не стоял на месте, а двигался в межзвёздном пространстве. Однако эмоции от открытия астронома захлестнули потом, когда специалисты НАСА подтвердили, что Виктор обнаружил новый космический объект. Эмоции переполняют. К такому просто бывает, ты идёшь всю жизнь и не находишь. А так просто, в таком возрасте, ну, повезло очень, повезло безгранично. Причём, что он очень не яркий, как бы тусклый. Найти такое, ну, действительно тяжело. Астрономы собираются в Абширонском районе каждый год. Открыть что-нибудь новое в межзвёздном пространстве хочет каждый. Но не эта сама цель. Главная задача как учёных, так и любителей наблюдения. Например, этот телескоп настроен на созвездие Скорпиона. Звезда Антарес — это красный сверхгигант, который находится на одном из последних своих стадий развития. И он может скоро стать сверхновой. Скоро это в астрономическом смысле этого слова. Через, может быть, миллиард лет. Сверхновой Антарес станет после взрыва. Его яркость будет такова, что затмится целая галактика. В результате этого взрыва в космос будет выброшено огромное количество химических элементов. Что произойдёт дальше, наука точно не знает. Но есть предположение, что именно так, благодаря сверхновой, появилась наша Вселенная. Всё, из чего мы состоим, наша планета, даже наше Солнце, было выброшено в результате взрывов сверхновых более ранних. Последняя ночь астрономического фестиваля выдалась ясной. Вечерние облака разошлись ближе к полуночи. На смотровых площадках стихли разговоры и остались слышны лишь звуки настройки телескопов. Это профессиональный телескоп. При помощи пульта астроном задаёт координаты небесного объекта. И аппарат сам находит среди мириад звёзд нужную точку. Но на этом астрофесте есть и истинные фанаты космического пространства. Дмитрий Зимин приехал в Абширонский район из Ростовской области с самодельным телескопом. Главное зеркало делал сам. Иллюминатор, который я раздобыл, так сказать, на пароходе, на котором ходил в своё время. К строительству телескопа Зимин приступил, когда понял, что ходить по морям ему не по душе. Каждый год он вместе с семьёй приезжает на Мизмай. Каждую ночь астроном ставит себе целью больше узнать о небесных телах. Сейчас его интересует красная планета Марс. В часы ясного ночного неба астрономы неустанно смотрят в окуляры. В это время им не до общения. В лагере астрономов нам, телевизионщикам, не очень-то и рады. Но только потому, что по темноте работать мы можем только с накамерным светом. А здесь есть очень строгое правило. Никаких фонарей. При приближении к просмотровой зоне каждый подходящий должен выключить фонарик и дальше двигаться на ощупь. Другое дело палаточный городок астрономов. Ночи, когда главные наблюдатели удаляются во тьму к звёздам, здесь остаются стражи порядка. Это родственники и друзья астрономов. Фестиваль для них способ вырваться из городов и отдохнуть на природе. На звёзды они смотрят невооружённым глазом, любуются. Но и у них есть обязанности. Для тех, кто смотрит на звёзды, у нас всегда горит костёр, чтобы был готов кофе и чай. И на столе еда. Ну а в перерывах между исполнением своих обязанностей молодёжь развлекается по-своему. Ночи напролёт они могут играть в крокодила. Радуга. Радужный. Разноцветный. Зайчик. Тушканчик. Кузнечик. Радужный кузнечик. По итогам семи ночей наблюдений за кометой Жакиса открыты только в этом году. Астроном Александр Иванов соединил в один кадр сделанные снимки. Именно компьютерная обработка позволила учёному получить новые сведения о химическом составе космической путешественницы. Редко попадаются кометы, у которых такой яркий, выраженный зелёный цвет комы, который характеризуется, ну скажем, такими химическими соединениями, как цианиды, потом гидроксилы. То есть это всё, что связано, в общем-то, с веществом, которое входит в состав льда кометы. Последняя ночь наблюдений закончилась. Утром почти не спавшие астрономы начали собираться в обратный путь. После недели, проведённой под одним звёздным небом, расставаться непросто. Всё, до встречи. В следующий раз участники астрофорума встретятся будущим летом. У них есть целый год, чтобы обработать материал, полученный на вершине перевала около посёлка Мизмай, и подготовиться к очередной звёздной неделе. Александра Проскурина, Игорь Звинаревский и Михаил Ласенко. Обширотский район. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова